Продолжение следует... Вчера у нас квартальное изменение ОВП показало, что в первом квартале у нас оно изменилось на 2% против 2,2% прогнозов. В то время как личное потребление у нас его рост, он у нас замедлился и составил на целых 0,9% против 1%. В принципе по первому кварту уже было все понятно, так как данные по занятости за первый квартал уже показали, что в принципе все остальные показатели будут оставать. Замедление экономической активности в первом квартале произошло из-за низких температур, сокращения потребительских расходов, а также экономической активности фирм. Но затем пошло постепенное восстановление и во втором квартале возможно это восстановление будет расширяться. В четвертом квартале прошлого года у нас квартальный изменение выпуска составило 2,9%, во многом благодаря сезонному увеличению потребительских расходов, а также сезонному увеличению найма со стороны фирм. Следующий квартал у нас не смог повторить этот рывок, как я уже сказал, из-за низких температур, которые привели к небольшому сжатию экономической активности. Эффект от снижения налогов, которые у нас вступили в силу в январе, он проявится не сразу, только во втором квартале 2018 года. Изменение в макроэкономических показателях у нас позволит говорить о том, что у нас пройдет с ВВП, сможет ли он достичь цели в 3%, это одна из главных амбиций Трампа, и на которые как раз таки были нацелены снижения налогов. Однако велика вероятность, что фискальное стимулирование у нас не принесет желаемых результатов, избирательное действие торговых барьеров Трампа, а также неопределенность в ответных мерах со стороны торговых партнеров, они у нас создают потенциал скрытых издержек для американских фирм, которым они должны подготовиться с соответствующим образом. Показатель, например, американского производителя гвоздей, Mid-Continent Nail Corporation, который у нас всего лишь за 2 недели потерял 50% клиентов, это произошло после того, как администрация Трампа у нас вела тарифы на импорт стали из Мексики, естественно, компании пришлось повышать цену на свою продукцию, но в то же время вот это избирательное действие тарифов, оно привело к тому, что импорт гвоздей из той же самой Мексики, он не облагался. Ну, не произошло изменения в тарифах на готовую продукцию, то есть на гвозди, соответственно, эта компания резко проиграла ценовую борьбу, клиенты просто приметнулись на другие компании, которые предлагают просто эти импортные гвозди из Мексики. Вот сложно ожидать, что в такой ситуации у нас будет происходить расширение капитальных инвестиций, поддержание таких же высоких темпов найм, как, например, это было у нас в мае, именно на сэкономленные за счет налоговых послаблений средства, так как, скорее всего, фирмы будут осторожничать и направят у нас деньги на обратный выкуп акций, чтобы поддержать рыночную ценную акцию, как-то ее скорректировать и, конечно же, обеспечить удовлетворенность акционеров. Это сейчас особенно актуально, так как американский рынок у нас акций находится под давлением, вот у нас индекс Dow Jones, как видно, пробил у нас двухдневную скользящую среднюю, уже в третий раз за год он у нас это делает, но здесь у нас не видно резкого оскока, и это говорит о том, что, возможно, рынок у нас задерживается ниже двухдневной скользящей средней. Если это будет происходить очень долго, то рынок у нас может перейти в медвежью фазу, что довольно-таки опасно. В то же время ожидание по росту доходности в экономике США у нас также ухудшается, об этом говорит у нас продолжающаяся тенденция к выравниванию кривой доходности. Спред у нас между десятилетними и двухлетними облигациями с момента нашего прошлого разговора потерял еще около 0,2%, и снизился до 0,31%. Доходность у нас в экономике прежде всего зависит от спроса на инвестиции со стороны фирм, и если участники рынка ожидают, что рост доходности будет замедляться, они будут предпочитать вкладываться в те бумаги, которые имеют тот же самый риск, но в тот же время предлагают большую доходность. В нашем случае это десятилетние облигации, которые у нас имеют большую доходность, в то время как краткосрочные облигации у нас имеют меньшую доходность. И получается, если рынок ожидает, что процентные ставки не будут расти, смысла вкладываться в краткосрочные облигации нет, так как именно из-за ожиданий низкого роста доходности у нас краткосрочные облигации окажутся невыгодными. Сюда еще можно добавить также действия ФРС, которые у нас как раз таки управляют как краткосрочными процентными ставками, и поэтому вот этот процентный риск у нас тоже закладывается и выливается в виде повышения спроса на долгосрочные десятилетние облигации. Слабы данные по экономике США, новости о разрешении вопроса с мигрантами в ЕС, а также четкая ястребинная позиция главного экономиста Банка Англии Энди Халдейна, который у нас вчера сказал, что потребительская картина в Великобритании ему нравится, его удовлетворяет, и поэтому, ну, намекнув на то, что в августе все-таки стоит повышать ставки, хотя у нас Энди Халдейн является голубем в составе комитета, который принимает решение по процентной ставке, поэтому такой поворот говорит о том, что, возможно, и вся остальная команда, она будет смещаться в сторону ястребинной позиции. И это вот в противовес в моем прошлом обзоре мыслям, что вот эти внешние риски против внутренней картины, экономической картины Великобритании, скорее всего, перевес окажется на стороне второй. Часть оставшихся данных по экономике, по потреблению США сегодня уже, наверное, не принесут никаких сюрпризов, и поэтому доллар у нас закроет пятничную сессию в минусе. На следующей неделе у нас ожидается отчет PayRose за июнь, который будет формировать, начнет формировать картину американской экономики за второй квартал, поэтому говорить о продолжении распродажи доллара на следующей неделе у нас не приходится. На мой взгляд, рынок труда все-таки начнет замедляться как раз-таки из-за ухудшения настроений, из-за роста осторожности со стороны американских фирм. Это рано или поздно начнет выражаться в снижении темпов занятости в американской экономике. Как скоро это произойдет, неизвестно, но все-таки нужно придерживаться более скромных ожиданий по росту занятости. И следующий отчет PayRose, который у нас будет в следующей пятницу, дает нам возможность убедиться или опровергнуть данное предположение. Завтра, на субботу, стоит обратить внимание на подробности плана администрации Трампа по ограничению китайских инвестиций, от того, какую позицию займет Трамп по этому вопросу, будет зависеть от того, как будет дальше у нас развиваться история торговой войны между США и Китаем, на месяц или на ней какое-то просветление, или она также будет дальше катиться в бездну. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в понедельник.